За воровством украинского зерна стоит клан Кадырова. Это стало ясно после анализа списка новоиспеченных владельцев сельскохозяйственных компаний на оккупированных территориях. С начала временного захвата украинских территорий российские представители незаконно зарегистрировали почти 900 компаний для кражи и вывоза украинского зерна. Еще два года назад российская война против Украины привела к блокировке миллионов тонн зерна в портах. Это было намеренным шагом России, чтобы устранить конкуренцию и заставить страны Африки и Азии покупать зерно у них. Но на самом деле зерно-то украинское, а именно украденное с временно оккупированных территорий. В 2022 году, по данным Украинского министерства аграрной политики с юга и востока Украины, россияне успели вывезти почти 450 тысяч тонн зерна. В 2023 году Россия украла еще около 6 миллионов тонн украинского зерна, собранного на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в докладе Конгресса США, который составлен на основании данных разведки. Американские спецслужбы проанализировали спутниковые снимки и сообщения из открытых источников и установили не только масштаб, но и маршрут сворованного Россией зерна. В частности, определили, что для вывоза краденого Россия использует грузовые суда, которые шли вдоль побережья Турции в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана. Для таких махинаций были специально созданы многочисленные так называемые сельхозкомпании. При этом больше половины из них открыли предприниматели из российских регионов. Остальные зарегистрированы под именами якобы местных жителей, то есть либо коллаборантов, либо вообще мертвых душ. Установить настоящих владельцев этих преступных синдикатов непросто, но кое-что журналистам все-таки удалось раскопать. Как сообщает российское издание «Важные новости», зерно с оккупированных территорий воруют в основном люди Кадырова. В частности, они смогли установить, что владельцем одной из компаний для нелегального вывоза зерна владеет 43-летний Эльбек Заиев из Чечни. Семья Заиевых в Чечне не простая, а золотая, ведь входит в клан Кадырова. Так, брат зернокрада Эльбека, Али Заиев, это один из кадыровских силовиков. Он под позывным «Норвег» воевал в 94-м полку оперативного назначения Росгвардии, который участвовал во вторжении в Украину, в частности, в Херсонскую область. Тогда Али Заиев временно выжил. В августе 2023 года он дважды появился на видео в телеграм-канале самого Рамзана Кадырова. Позже на сайте «Единой России» Али Заиев упоминался, как представитель регионального фонда имени Ахмата Кадырова, а это свидетельствует о его близости главарю Чечни. По немногочисленным фотографиям, попавшим в открытый доступ, журналисты выяснили, что этот самый Али Заиев близко дружит с семейством Делимхановы. В 2017 году он опубликовал фото трех людей в форме. Двое из них – это братья Делимхановы, Алибек и Шарип, и ближайшие родственники главы семьи – Адама Делимханова. Именно 54-летнего Адама Делимханова называют правой рукой Кадырова. В Чечне Делимханов известен под кличкой «Палач», потому что он руководит казнями и похищениями. С 2014 года он находится под санкциями США из-за причастия к преступной группе «Братский круг». Кроме того, за участие во вторжении России в Украину Делимханов попал под международные санкции всех стран Евросоюза. Этот «Палач» особенно близок к действующему главарю Чечни. Не случайно Рамзан Кадыров сильно всполошился, когда летом 2023-го во временно оккупированной Запорожской области по Делимханову прилетело. Тогда он и еще 20-летних представителей кадыровских тикток-отрядов передвигались на внедорожниках в Приморске Запорожской области и подверглись атаке артиллеристов из группы «Бандерлоги». Об этом сообщил украинский военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Позже информация о ранении Делимханова прошла и по российским пабликам. Например, телеграм-канал «Звезда», который принадлежит российскому министерству войны, опубликовал подтверждение о ранении Делимханова со ссылкой на источник в Госдуме. Сам же Кадыров с перепугу за своего подельника даже обратился к украинской разведке с просьбой сообщить местонахождение Делимханова. «Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова дом. На связь он не выходит, Дон. Прошу украинскую разведку Дон предоставить информацию о том, по какому именно месту Дон и по каким позициям Дон был нанесен удар, чтобы все-таки я смог Дон найти моего дорогого брата Дон». Вот с таким неслучайным в Чечне человеком и дружит семейство Заиевы. И как выяснилось, отлично этим пользуются для личного обогащения. Кадыров не последний человек в Российской Федерации, поэтому, конечно же, заинтересован в большем еще потоке коррупционных схем. И, соответственно, он, видимо, расставляет своих родственников по разным местам у себя в правительстве в Чечне. Он, опять-таки, награждает ближайшее окружение разными медалями, орденами, договариваются, что Кремль, это тоже, соответственно, государственными наградами одаривали его сообщников. Это делается для того, чтобы, в общем-то, удерживать власть, для того, чтобы люди не искали новых источников для коррупции, для того, чтобы это все контролировалось, опять-таки, кланами. Херсонская область Украины богата природными ресурсами регион с плодоносной почвой и благодатным климатом. Не случайно оккупанты так вбились в него. Именно там в феврале 2024 года зарегистрировал свою компанию Агро-24 Эльбек Заиев. В регистрационных документах указано, что компания якобы займется выращиванием зерновых культур и оптовой торговлей зерном. То есть черным по белому написано, что эта нелегальная структура будет вывозить выращенное на оккупированных территориях украинское зерно. Опытным бизнесменом и тем более аграрием Заиева сложно назвать. Ведь до регистрации нелегальной компании в Херсонской области Заиев не занимался бизнесом. Но и тут речь не о бизнесе, а о рикетирстве и захвате. А такого в багаже у кадыровцев предостаточно. Ведь фермеры, которые не смогли выехать с оккупированных территорий, в лучшем случае продают выращенные культуры по цене в разы ниже рыночной. А у тех смельчаков, кто отказывается сотрудничать с оккупантами, зерно просто забирают. О таких случаях сообщают в Ассоциации фермеров Запорожской области. Выяснить, сколько зарабатывает Заиев на украинских фермерах, практически невозможно. Ведь финотчетность его так называемая компания не публикует. Однако если учесть, что фермеры вынуждены продавать свое сырье в 4-5 раз ниже рынка, а то и просто отдавать, выходит немалый куш. Впрочем, Альбек Заиев не единственный, кто решил заработать на дружбе с Кадыровым. Так, по данным BBC в феврале 2023 года, другой дружбан Кадырова, чеченский предприниматель Валид Корчагин, наложил лапу на разрушенный россиянами металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. Он стал совладельцем компании, которая якобы должна была восстановить комбинат. Впрочем, компания это сложно назвать, ведь зарегистрировано это непонятное юрлицо в непризнанной никем дыныры. Реконструкция завода имени Ильича, который вошел в историю как оплот украинского сопротивления, не только фикция для российской пропаганды, но еще и распил бабла и металлолома. Помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко зафиксировал это очередное правонарушение со стороны оккупантов в своем телеграм-канале. В Мариуполе оккупанты начали вырезать ММК АИМ Ильича на металлолом. Сегодня над комбинатом поднялся дым, это вызвано началом распилом крупногабаритного металлолома, частично со скрапом, металлоломом вместе со шлаком. Фактически на очищенной разминированной территории начали вырезать завод на металлолом. При этом продолжают кормить мариупольцев лживой надеждой на восстановление завода. Это и есть восстановление от россиян. Был металлопрокат, стал металлолом, который до сих пор не под санкциями. Примечательно, что начало распила завода проходит под контролем Пушилина, который третий день строчит в Мариуполе с кураторами из России. Совпадения не думаю. Именно на таких псевдостроительных проектах в уничтоженном российской армии Мариуполе зарабатывают оккупанты, говорят эксперты. Там и строительные подряды, я знаю, огромные деньги коррупционной схемой воруют просто на прополу сейчас, на оккупированных территориях. Там и существует нехватка рабочей силы и предлагаются, насколько мне известно, предлагаются настолько завышенные ставки по всем рабочим специальностям, рабочее и строительные, то, что я в курсе, что люди, которые молчат о войне, назовем таким образом, никак свою позицию не высказывают, но живут в глубинке России, для них это просто тоже бастословные деньги. Вот Россия заваливает деньгами тех, кто идет служить по контракту, обещая огромные суммы, которые не сопоставимы с средним, правильным минимумом по стране в целом. Соответственно, как бы, да, ну, люди, некоторые, скажем так, решаются и за деньгами едут. Ну вот, а то, что идет распределение по ближайшим, там, подельникам, сообщникам, по военным преступникам, ну, это совершенно тоже очевидно. И псевдостроительные подряды в разрушенном Мариуполе, и кража зерна из временно оккупированного Херсона – это прежде всего возможность легко обогатиться. А для военных преступников, вроде Заиевых и прочих подельников Кадырова, законность обогащения давно на последнем месте. Впрочем, может, они не зря спешат набить напоследок свои карманы, ведь скоро лавочка может прикрыться. Еще зимой 2019 года у Кадырова диагностировали некроз поджелудочной железы. С тех пор у него регулярно возникают проблемы со здоровьем, да и выглядит он с каждым разом все хуже. Не случайно появляется Рамзан на публике нечасто. К тому же летом 2020 года Кадыров перенес ковид, и это только усугубило проблемы со здоровьем. К 2022 году у чеченского академика начали отказывать легкие почки, ему даже пришлось лечь в больницу. Этот факт пропаганда всячески скрывала, когда пришла необходимость все-таки показать публике временно живого Рамзана, то придумала хитренький ход. Кадыров записал видео из больницы, где лечился, но сообщил, что он якобы навещает там дядю. При этом главный кремлевский дядя, а точнее дед, испугался за Кадырова больше самого Кадырова. Ведь Путин потратил на то, чтобы вырастить послушного вассала в Чечне, больше 20 лет и немало миллионов долларов. По факту, все дотации, которые Москва до сей поры платила Чечне, не более чем дань за лояльность, говорят эксперты. Вот эти огромные контрибуции, которые по сей день выплачиваются чеченцам в лице Рамзана Кадырова. То есть, грубо говоря, просто из этих вот всех кланов, которые были в Чечне, был один наделен властью, ну и они делают вид, что они Россия, но на самом-то деле нет. Очевидно, что после ухода Кадырова в регионе начнется масштабный передел сфер влияния, что может привести к общей дестабилизации, выходящей далеко за пределы Чечни. В Кремле понимают, решения проблемы смены власти в Чечне попросту нет. Ведь ни 16-летний бандит Адам Кадыров, никто либо из его взрослых приближенных не сможет удержать Чечню в теперешнем положении в РФ. Сейчас сложно сказать, ну а кто будет вот этот 15-летний уголовник, его сыночек, который сбивал Никита Журавля, по-моему, парня, который Коран там сжег или что-то еще, пытался делать это. Ну вот, то есть, как бы, собственно говоря, там действительно будет определенный нетзберих, но здесь тоже важно, как будет реагировать на это Кремль, потому что все-таки мы прекрасно понимаем, Кадыровский клан держится за счет своей близости к Путину, именно Кадырова, за счет того, что этот международный преступник куплен Кремлем уже давно, и, соответственно, он на сегодняшний день действительно контролирует ситуацию в Чечне, как это выгодно Кремлевской администрации и лично Путину. Пока приближенным кадыровцам разрешено снимать сливки с награбленного в Украине, регистрировать незаконные компании, кошмарить украинских фермеров, вот только платить за кадыровский разбой в итоге по факту придется все тем же русским. Ведь когда бы не закончилась российско-украинская война, вопрос контрибуции и репараций обязательно будет включен в мирное соглашение, говорят эксперты. В середине мая в оккупированном порту Мариуполя заметили грузовое судно, прямо за зданием элеватора. Скорее всего, на корабле очередная партия украденного зерна. Стоит ли за этой очередной кражей кадыровский подельник Эльбек Заиев или другой военный преступник не суть. Важно, что краденое добро не принесет добра, а на воре рано или поздно загорится и шапка, и голова.